Бинанс Коин рискует опуститься в этом медвежьем цикле на 30 долларов. Такова судьба Бинанс Коина, возврат в начало пампа, который он совершил в январе-феврале 2021 года, когда начался тот самый бычий цикл. Стоит отметить, что сейчас у Бинанс уже, конечно же, появились проблемы. Дело в том, что SEC начал расследование в отношении токена BNB биржи Бинанс. И стоит отметить, что как только SEC закончит дело с Ripple XRP, она переключится на Бинанс. Скорее, это будет все-таки жертва BNB. И BNB, конечно же, рискует потерять довольно-таки хорошо в цене. И в том числе стоит отметить, что нужна безопасность. Прежде всего, ваша. Если у вас на бирже являются какие-то там токены и так далее, то стоит перевести их на холодное хранение. Потому что уже SEC начнет заниматься непосредственно биржей Binance. А Binance, кстати, заявили, что не считают уместным комментировать постоянное общение с регуляторами, которые включают просвещение, помощь и добровольные ответы на вопросы информации. Binance, это отдельно сосредоточенная на США торговая платформа, которая обслуживает местных пользователей, предлагая продукты и услуги, соответствующие американским, федеральным и региональным правилам. На самом деле, ответ довольно-таки дерзкий. Но я считаю, что после этого ответа SEC еще больше возбудится и еще больше будет трепать биржу Binance. Если мы говорим про последние, конечно же, новости по Binance, то также уже появилась информация о том, что Binance отмывает деньги. Ну или, по крайней мере, на этой бирже отмываются деньги. И речь идет о сумме в 2,5 миллиарда долларов. Биржа, конечно же, опровергла эти обвинения. А, конечно же, речной диапазон, когда эти деньги отмывались, это с 2017 по 2022 год. Покупатели, продавцы, Дагнета, Маркиплейса пользовались Binance и провели достаточно много операций на сумму 780 миллионов долларов. Также в 2019 году на биржу поступили средства злоумышленников на общую сумму 770 миллионов долларов. Также правоохранители Германии сообщили, что в 2020 году Binance использовали для отмывания части доходов от мошеннических схем. И северокорейские хакеры также пользовались биржей. Поэтому здесь вся суть в том, что биржей пользовались хакеры, также поступали даркнет деньги, криптовалюты. И все это проворачивалось без какого-либо бана. Конечно же, Binance провергла это все, но это не, скажем так, снимает с нее ответственности. Поэтому дальше еще больше. Кроме того, стоит отметить, что по Binance не раз и были довольно-таки странные подвижки. Дело в том, что, например, Binance блокировала аккаунты клиентов после сбоя с старыми транзакциями Dogecoin. То есть, когда биржа обновила ПО, то она решила, скажем так, провести неизвестное количество пользовательских транзакций. То есть, это, конечно же, скажем так, просто так возникло, просто так получилось. И после этого она заблокировала средства людей, то есть, аккаунты людей. И, конечно же, просто заставила их обратно вернуть вот эти Dogecoin, которые она, на самом деле, перевела по своей тупости. То есть, представьте, если биржа Binance, например, сейчас, а именно такое было, она скаманула Luna USDT. Вернее, этот проект скаманул на ее бирже. И такой вы говорите, Binance, слышишь, Binance, тут у тебя токен скаманул, который я покупал там по доллару, по 10 долларов, когда он падал. Может, ты все-таки там вернешь деньги, потому что ты даже ничего не предупреждала, а торговала скамом. Ну, а биржа что ответит? Она пошлет тебя куда подальше. Поэтому здесь мы видим, что есть двойные стандарты. В случае с Dogecoin вы должны были вернуть Binance деньги, а в случае с Luna, наоборот, нифига. Так что, стоит отметить, что здесь по Luna, после того, как она начала торговаться, то есть, я делал прогноз о том, что Luna, в принципе, будет мной покупаться не выше 1 доллара. Здесь мы после торгов видим постепенное снижение данного токена. Кто-то скажет, что это скам, кстати, 2.0, возможно, будет прав, потому что довольно-таки непонятно, как это все можно было торговать. Например, обычному трейду, да, я уже не говорю про упоротых инвесторов, которые решили сюда зайти, возможно, положить свои деньги, купить больше луны и в итоге вообще все чуть ли не потерять. Поэтому здесь я считаю, что покупать данный токен нужно ниже 1 доллара. И, кстати, уже появилась информация, что алгоритмический токен, из-за чего все случилось с Tablecoin, он может появиться в новой ТР Луне. Но на самом деле пока что это просто слухи. И сейчас уже токен упал на 50% с момента своих торгов. Поэтому здесь мы можем сказать, что, конечно, покупка там ниже 1 доллара. Да, это тоже риски, но причем нормальные риски, потому что, как ни крути, эко-система продолжает развитие, да, проекты идут. И, соответственно, я считаю, что на следующем бычьем цикле даже это просто огромные иксы. Но, опять-таки, это нужно делать с головой и не на всю котлету. Если мы будем говорить про BNB, то, конечно же, цена BNB в рамках того, что мы видели с Binance сейчас, как на Binance напал SEC, мы можем сказать, что токен BNB уже не вернется в ближайшее время, явно там в район, то есть, 500-600 долларов за один токен. То есть, речь идет о глубокой коррекции. Если SEC будет трепать биржу Binance за токен BNB и будет трепать довольно-таки сильно, то мы рискуем увидеть токен BNB там в районе 30 долларов. Откуда вообще такая цифра? Потому что зачастую альткоины, они корректируются в медвежьем цикле именно на 95%. Если вы были в рынке с 2017 года, то вы, в принципе, это наблюдали явление. Даже тот же эффект примерно так корректировался. Если мы говорим про Binance, так как он является рабочий продукт, так как, в принципе, SEC может немного это все дело попустить, или они могут немного замять это дело, то я считаю, что там в район, в принципе, 100 долларов Binance даже может сходить, и это будет, в принципе, считаться дно. Почему? Потому что циклы, которые показывает нам 2017 года, тогда токен BNB, он просел на 83%. Если мы сейчас эти 83% берем от хая в рамках просадки, то мы получаем примерно 110 долларов. Но, опять-таки, здесь нету никаких объемов, здесь пустота, и, естественно, токен вполне может себе лететь в район 40 долларов, 40-30 долларов за один токен BNB. И поэтому, в принципе, кто остался в монете, можете либо уповать на какое-то там чудо, либо еще что-то, но, тем не менее, стоит отметить, что после XRP, конечно же, SEC уже займется Binance Coin. А потом, возможно, и Эфиром, если тот перейдет на Proof of Stake, потому что, согласно заявлению еще 19-18-х годов, все-таки SEC считала Эфиром, все-таки ценная бумага, если тот перейдет на Proof of Stake. То есть, если у него будет POS, то это ценная бумага, и SEC это говорила, можете найти. Если мы говорим про XRP, то здесь, в принципе, про рынок, здесь на 4-часовом таймфрейме, даже на дневке, в принципе, пока что ситуация под контролем, нету какого-то пробития, нету каких-то медвежьих суперсигналов, но, опять-таки, стоит отметить, что есть у нас зона поддержки, и потенциально, может, даже ретест дна у нас может быть, поэтому здесь я считаю, что следует, конечно, обратить внимание сейчас на рынок. Страх и жадность у нас 14-100, индекс показывает, но, тем не менее, то есть, сейчас мы видим, что боковик довольно-таки невнятный, и все довольно-таки стрёмно. Но мы сегодня в этом видеоролике решили с вами, что с Binance Coin действительно будет твориться не самое лучшее, что может быть, и его, конечно, ждут не самые хорошие времена. То есть, коррекция реально 80%, в принципе, это как минимум, и как минимум цена достигнет 100 долларов. Ну, пишите, что вы думаете в комментариях. Всем удачи, всем пока, и до новых встреч. А, ну, и, кстати, не забывайте, что сегодня у нас конференция по EPUX RP, то есть, здесь уже будет отчасти, в принципе, решаться судьба XRP, хотя я считаю, что это всего лишь конференция, и она как-то спекулятивно может все-таки повлиять на цену, но это не итог, то есть, это не итог войны, это промежуточная битва, и не более того. Всем удачи, всем пока, и до новых встреч.